Приветствую вас, Анна. И, отвечая на ваш вопрос, однозначно можно сказать, что шанс есть всегда. Этот шанс достаточно велик, потому что все ссоры между супругами явление жадное, нормальное и даже полезное. Потому что ссоры позволяют выплотнуть всю негативную энергию, ссоры позволяют обозначить проблемы, ссоры позволяют как-то понять, ориентиры направления своей вообще деятельности, своего отношения к супругу и так далее. Поэтому, если ваши ссоры являются не более чем проявлением вот этого вот самого нашего фактора, то вы обязательно сможете помирить. Потому что иначе и быть не может. Вы любите друг друга, вы хотите быть межными, хотите быть рядом, хотите помогать друг другу. И, в этом случае, примирение – дело временное, беспокоиться не стоит. Но! Ладно понимать одну вещь, что обязательно на людях идти на выступки. Обязательно нужно уметь выступать. уметь сглаживать другую, уметь лучше другого человека, понимать его, понимать, почему он поступил именно так, а не иначе стараться услышать. Без этого невозможно, без этого никак невозможно мирное существование. Поэтому, если у вас есть желание идти на уступки, если у вас есть стремление услышать своего мужа и пойти ему навстречу, то обязательно вы померитесь. Другое дело, что очень важно, чтобы вы также и свою позицию подруга не менее уверены, потому что нужно не только слышать, но и быть услышанным. Это очень важно. Если ваш мужчина слышит только себя и не слышит вас, или наоборот, вы слышите только себя и не слышите мужчину, то это очень плохо. Это говорит о том, что между вами нет взаимопонимания, между вами нет как такового диалога. Диалогов в широком смысле, когда люди обмениваются информацией и обладают тем необходимым для диалога качеством, как понимание друг друга. Если нет понимания со стороны кого-то из вас, то диалог наладить будет сложно. И ссоры будут возникать уже не как следствие каких-то проблем, не как следствие негатива, а именно как следствие непонимания. Вот такие ссоры очень плохие. И тут нужно понять, почему нет понимания этого. Что мешает вам понимать именно друг другу? Что мешает? Какой блок? С этим нужно разбираться. Поэтому я вам очень рекомендую выбрать экспертов на нашем ресурсе и подробнее с тем проблем обсудить. Семейное консультирование является частью психологической работы, поэтому вы можете обратиться к любому эксперту, который вам понравится и начать с ним консультирование по интересующему ваш вопросу. Также отдельно хочу сказать, что свой вопрос в таком виде, в такой форме вы можете задать в разделе эзотерики. А там вам предскажет будущее ваших отношений. Если вам это нужно, то вы можете и это тоже устроить. А пока желаю вам удачи. Всего доброго и до свидания.